Вот так Грушинская поляна выглядит сейчас в виртуальном мире. Те же палатки, только в цифре. Можно как разбить свой лагерь, так и сходить в гости. Достаточно двух кликов. Опции по совместному просмотру и обсуждению выступлений тоже прилагаются. Здесь же, на сайте грушинфестиваль.ру, есть программа концертов. Она в этом году очень насыщенная. Онлайн-проект поддержали звезды авторской песни. Олег Митяев, Александр Городницкий, Галина Хомчик, братья Мищуки и многие другие. Жалко, что мы с вами, конечно, сейчас не на Грушинской поляне, на нашей огромной, на Мастрюках. Но я уверена, что раз мы все друг на друга смотрим и как-то подпеваем песни, хоть в виртуальном пространстве, через год это пространство обязательно превратится в реальное. На территории фестивальной поляны на Мастрюковских озерах никаких концертов и трансляций не будет. Массовые мероприятия в регионе пока запрещены в связи с эпид-обстановкой. Посещать площадку опасно не только из-за непобежденного окончательно вируса, но и в связи с другими не менее серьезными угрозами. Поляну в этом году не обрабатывали средствами против насекомых и грызунов. Сейчас она является потенциальным очагом энцефалита и мышиной лихорадки. На территории нашей области уже более 5000 случаев укусов клещей, присасывания. И, к сожалению, по результатам анализа клещей, снятых с людей, более 4% этих клещей поражены вирусом клещевого энцефалита и более 6% поражены вирусом клещевого боррелиоза. Мы, как врачи-профессионалы, мы не рекомендуем присутствовать в местах, на которых не проводились соответствующие дерадиизационные и дезинфекционные обработки. Кроме того, в регионе в связи с особым противопожарным режимом с 1 по 5 июля действует запрет на посещение лесов. Распространяется он и на территорию близ Мострюковских озер. Наши лесные инспектора уже вчера выставились на постах, то есть они разворачивают сегодня машины, которые приезжают. В случае, если каким-то образом граждане будут лесным инспекторам встречаться на территории лесного фонда, не только на Грушинской поляне, они будут привлекаться к административной ответственности. Нарушителей могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей, так что онлайн-груша безопаснее как для здоровья, так и для кошелька. Гала-концерт фестиваля начнется 4 июля в 20.00. Георгий Федоров, Владимир Терентьев, Новости губернии.